здравствуйте дорогие друзья с вами владимир бутусов и мы продолжаем обзоры наших инструментов да да здравствуйте а вы кто такой вообще дорогие друзья все тяжелые клонятся здравствуйте сергей шалимов встречается я конечно не с пустыми руками со своей любимой гармошкой саратовской проездом в город орел на фестиваль гармонистов мне сказали у вас тут очень интересно есть экспонаты многие из них продаются вот заехал посмотреть потрогать может быть что-то приобрести кстати вам рекомендую ну а мы в свою очередь вас принимаем и предлагаем вам выступить для наших зрителей сыграть любимых песен которые запомнилось мне с детства на уроках музыки у нас был прекрасный педагог по музыке привел мне любовь и поэтому я ни одного дня не могу прожить чтобы что-нибудь не сочинить чтобы постоянно что и хочется импровизировать дарить радость людям вот такая мелодия из детства а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Итак, дорогие друзья, хочу для вас сыграть традиционные наигрыши. Ну, композицию на тему песен о Волге. К сожалению, баянисты рядом нет, поэтому это будет, может быть, не совсем так полноценно. Баянист в роли оператора сейчас. Да, занят баянист. Итак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Потрясающая музыка, нам очень понравилась. Сергей, ну, расскажите, вы у нас проездом едете сейчас из Саратова в Орел на фестиваль, правильно? Да, в Орле я еще ни разу не был, как ни странно, объехал полмира. А вот многие города нашей матушки России приходится уже в таком вот, в преклонном возрасте посещать. Кстати, там будет проходить фестиваль. Меня пригласили в качестве почетного гостя Геннадия Калмыков. Вот, ну, я, конечно, не мог отказать, поскольку этого товарища давно знаю. Ну, а задача такая. Хочется показать, как нужно играть на саратской гармонике, потому что бытует мнение, что на ней ничего не сыграешь, а вот у нее всего там 10 кнопок. И в основном, что делают так называемые гармонисты? Они звенят колокольчиками и пытаются извлечь какие-то звуки. Но это, конечно, очень примитивно. И хотелось бы все-таки объяснить и показать людям, как нужно играть правильно. По-саратовски. Действительно, традиционная саратовская игра отличается. Я сам тоже владею совсем немножко саратовской гармоникой. Вот она у меня там на полочке. Мой экземпляр красуется. Но с Сергеем мы познакомились заочно. Дело в том, что Сергей в Саратове тоже, помимо того, что он преподает, играет, он еще тоже собирает, коллекционирует саратовские гармошки. Именно те гармонии, которые были изготовлены мастерами, с единомышленниками, мастерами тоже доводят их до ума. Ну и вот таким образом Сергей сегодня оказался у нас. Но, конечно же, я не мог не предложить выступить в нашем таком небольшом зале, чтобы многотысячная наша аудитория увидела этого прекрасного гармониста. Ну, хочется сказать, что на саратовской гармонии, ну, собственно говоря, как и на хромке, и на баяне на аккордеоне, можно играть как сидя, так и стоя. Но в основном все играют сидя, ввиду веса. А вот саратовская гармошка, она достаточно легкая, но чтобы стоя сыграть на ней, тоже нужна некая виртуозность. Да, стоя играть тут нужна, конечно, особая техника, во-первых, которой очень мало людей владеют, даже в Саратове, от силы, ну, может быть, человек пять всего. И поэтому даже однажды был такой курьезный случай за рубежом в Нью-Йорке, когда один товарищ, увидев, как я играю, захотел научиться на саратской гармонике, ну, довольно-таки богатый, состоятельный человек. Вот. Вы так, говорит, легко играете, ну, я, наверное, недели за две научусь. Я говорю, вах-вах-вах, конечно, из этого ничего не вышло. Всего-навсего он четыре урока выдержал, потом начал от меня прятаться. Да, хочу, кстати, сказать, что за границей музыка довольно-таки дорогое удовольствие. Вот. И то, что я зарабатывал лекториком за день, я зарабатывал уроки музыки за полчаса. То есть интеллектуальный труд очень высоко ценится. А получается, что у вас профильное музыкальное образование же все-таки есть? Или вы любительски начинали с детства, с ансамблей? Не хотелось это афишировать, но я, в общем-то, начинал как с самодеятельности. Это было наше увлечение, хобби, которое потом переросло в профессию. И вот я с гордостью хочу сказать, что мне ноты не нужны, они мне просто мешают. Да. И я, конечно, когда есть необходимость, прибегаю к помощи сына. Сын у меня учится в музыкальном колледже, где-то что-то написать, где-то что-то прочитать. То есть я ноты знаю, как они выглядят, но они мне не нужны. Друзья, поэтому вы же видите, все в ваших руках. Почему я этот вопрос задал? Потому что основная часть нашей аудитории все-таки это баянисты, гармонисты, любители именно, которые уже даже многие во взрослом возрасте начали заниматься. Я часто вижу такие комментарии, как мне пишут благодарности о том, что происходят в жизни какие-то изменения, потеря близких случается. И вот гармонь, она людей часто спасает, потому что человек, отчаявшись, кто-то в рюмку смотрит, смотрит, а кто-то, кто посильнее и действительно преданнее настоящему, как я считаю, берет в руки. Ну не обязательно гармонию, но какой-то музыкальный инструмент и увлекается, и это его спасает. Поэтому многие ко мне обращаются, опять же, по обучению. Конечно, я стараюсь заниматься по такой уже апробированной даже столетиями методики, как и классики, да, действительно приучить человека как правильно, профессионально, именно по нотам, чтобы он, по крайней мере, у него было представление. Ну действительно, вот такие самородки, как Сергей, конечно, ноты здесь только мешают. Ну и я тоже уже в последнее время, мне тоже многие просят написать ноты каких-то произведений, которые мы исполняем, я где-то на видео на своих, а я уже настолько уже их выиграл, что так как я их сыграл уже по нотам, ну за мной только записывать. Поэтому это гораздо сложнее, чем по нотам что-то выучить, чем написать, как играешь. Я хотел еще обратиться вот к аудитории. Если у кого будет желание научиться на саратской гармонике, пожалуйста, у меня, значит, разработана специальная методика дистанционного обучения, ну посредством современных вот этих вот наших скайпов, там, ватсапов. Вот. Все-таки мы гораздо проще объяснять там дорами фасоль, чем вообще система существовала настолько примитивно, и некоторые до сих пор используют ее там, допустим, пятая кнопка, вражим пишут там. Цифровая система, так называемая. Цифровая. Первым пальчиком нажмите пятую кнопку и потяните. И, в общем-то, мы, я от этого, конечно, ушел. И вот у меня есть ученик сейчас в Башкирии, тоже в возрасте человек. За три месяца он научился играть. Ну, понятно, что не виртуозно, но, извините, три месяца. Вот мы раньше не менее двух лет, чтобы что-то, чему-то научиться, первоначальные какие-то знания на Саратской гармонике. Два, два с половиной, три года, представляете? Да, тут всего три месяца. Так что обращайтесь, с удовольствием помогу, подскажу. Вконтакте есть группа Саратская гармоника, можете туда писать мне, можете на страницу тоже вконтакте Сергей Шалимов, Саратов. Вот, я с удовольствием помогу всем желающим. Мы все ссылочки и координаты также укажем в описании к этому видео. А я хочу еще добавить, что я Сергея еще тоже смотрел на нашем любимом сайте YouTube, на котором как раз размещено это видео. Называется «Азы на Саратовской гармонике», где Сергей в такой непринужденной обстановке именно показывает, как можно просто, имея в руках этот инструмент. У меня, кстати, есть вот такая гармошка сувенирная, вот она там стоит. Но она практически сейчас не играет, потому что много этих инструментов можно найти и на чердаках, и в чуланах, и на тех же известных сайтах с объявлениями. Поэтому, если вдруг вы такую гармошку нашли, не спешите ее продавать или выбрасывать, а откройте интернет и попробуйте хотя бы на ней извлечь какие-то звуки. А когда уже у вас появится интерес, вот обратитесь к Сергею, и он вам уже поможет с настоящей, уже хорошей мастеровой гармонью. Ну что ж, давайте пожелаем успехов Сергею, пожелаем успехов всем любителям, профессионалам гармонии, дорогим нашим интернет-зрителям. Пожелаем успехов выступления на фестивале грядущем. Тоже всех вас приглашаем, кто находится в Орле, поблизости. Ну, бывают такие любители, которые могут издалека приехать, мы знаем. Ну что хочется? Играйте, творите, живите музыкой. Ну, а дальше не получается. Даже в миноре получается. Да, нет у нас многих нот, но мы выкручиваемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok